Напомню, что видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Мы с вами продолжаем выполнять задания из учебника алгебра 7 класса, автора Межляк-Полонский и Кир под номером 582. Итак, нам остались с вами 5 и 6 номера. Итак, под номером 5. Квадрат разности двух выражений умножен на двучлен. Сумма двух одночленок. Итак, для этого сначала возведем в квадрат разность. Получим с вами многочлена, потом этот многочлен уже умножим на двучлен 2у плюс 1. Возводим в квадрат разность. Это квадрат первого выражения 5у возводим в квадрат. 5у умножаем на 5у, это 25у квадрат. Минус удвоенное произведение первого и второго выражений. Находим произведение выражений 5у умножаем на 2. Это 10у удваиваем. Будет 20у и плюс квадрат второго выражения. 2 возводим в квадрат, дважды 2, это 4. Все, мы возвели в квадрат разность и теперь умножаем ее на 2у плюс 1. Вспоминаем, как мы умножаем многочлен на многочлен. Сначала 25у квадрат умножаем на 2у плюс 1. 25у квадрат умножаем на 2у. 25 умножаем на 2, это 50. У квадрат умножаем на у в первой степени. Основание переписываем, показатели складываем. 2 плюс 1, это 3. Теперь 25у квадрат умножаем на 1, получаем плюс 25у квадрат. Минус 20у умножаем на 2у плюс 1. Минус 20у умножаем на 2у, получаем минус 40у квадрат. Минус 20у умножаем на плюс 1, будет минус 20у. И теперь плюс 4 умножаем на 2у плюс 1. 4 умножаем на 2у, это 8у. И 4 умножаем на 1, получаем плюс 4. Можно было бы поставить точку, но у нас с вами есть еще подобные слагаемые. Однощины называются подобными, если у них одинаковая буквенная часть. Для 50у куб нету подобных. Переписываем. А вот для 25у квадрат есть минус 40у квадрат. Одинаковая буквенная часть у квадрат. Чтобы привести подобные слагаемые, мы складываем коэффициенты. 25 и минус 40. Они с разными знаками. И перед числом с большим модулем стоит знак минус. Поэтому результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 40 вычитаем 25, получаем 15. И дописываем их общую буквенной часть у квадрат. Есть у нас еще подобные слагаемые. Минус 20у плюс 8у. И опять же, складывая коэффициенты, перед числом с большим модулем стоит знак минус. Поэтому результат отрицательный. Ставим знак минус. А теперь от большего модуля вычитаем меньшее. От 20 вычитаем 8, получаем 12. И дописываем общую буквенную часть у. И переписываем плюс 4. Теперь все. Под номером 6. Казалось бы, это очень сложно, потому что нужно возвести в квадрат разность. Нужно возвести в квадрат сумму. Получить трехчлены и перемножить. Но на самом деле мы видим, что у нас возводится степень с одним и тем же показателем. И произведение выражений напоминает нам формулу произведения разности двух выражений и их суммы. Для этого вспомним мы с вами формулу. Если а в степени n умножить на b в этой же степени, то можно записать как а умножить на b и потом уже возвести в степень n. Именно этим мы с вами и воспользуемся. У нас показатель 2. Вместо а у нас выражение 10p минус k. Вместо b выражение 10p плюс k. И тогда мы получим с вами. Если у нас выражение представлено в виде произведения частного суммы или разности, записываем его в скобках. Это первый множитель. Второй множитель у нас 10p плюс k. И это произведение мы возведем с вами в квадрат. Но предварительно вспомним формулу. Произведение разности двух выражений и их суммы равно разности квадратов этих выражений. Первое выражение у нас 10p, второе выражение k. 10p в квадрате. Это 10p мы умножаем на 10p. 100p квадрат минус квадрат второго выражения k в квадрате. И теперь уже только этот двучейн мы возведем с вами в квадрат. 100p квадрат возводим в квадрат. 100 возводим в квадрат. 100 умножить на 100. Пишем 1 и 4 нуля. p квадрат возводим в квадрат. Это p в четвертой степени. Минус удвоенное произведение первого и второго выражения. 100p квадрат умножаем на k в квадрате. Получаем 100p квадрат k в квадрате. И удваиваем. Получаем 200. p квадрат k квадрат. И плюс квадрат второго выражения. k квадрат возводим в квадрат. Получаем k в четвертой степени. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.